Спасибо большое. На самом деле, класс. Ирина, ты для меня группу Viber открыла с другой, с новой стороны. Спасибо, девочки, очень все полезно. Берите в работу. А мой метод еще проще. Ну, как мне кажется, да, у каждого свое. Делюсь своей практикой. Давайте посмотрим, да, как сделать макет. То есть метод макета – это картиночка. Мы называем макет, а вообще, на самом деле, это картинка, которую вы просите выставить своих знакомых. Здесь вот как раз, как и у Лены Климановой было, когда вы пишете текст с просьбой, да, там, ну, дай мне рекомендацию какого-то знакомого. Здесь чуть-чуть похоже, да. Но при этом вы сразу же охватываете теплый круг еще и своих знакомых сразу, да. То есть вы и удочку закидываете этому человеку, что у вас есть свой бизнес, и вы ищете сейчас сотрудников туда, да. И плюс еще об этом узнает их теплый круг. И вот здесь это можно сделать, я делаю через Инстаграм. Я захожу в сториз, выбираю фотографию до этого, которая мне нравится, желательно, чтобы она была актуальна к этому времени года. У меня уже макета четыре, наверное, создано, да. И здесь это моя знакомая Наталья. Можно написать, это моя хорошая знакомая Наталья, да. Или там Наталья, моя хорошая знакомая, короче, как хотите. В общем, надо обозначить, что этот человек вас рекомендует, потому что он вас знает. Это уже доверие, потому что в любом бизнесе, в любой продаже, в любом деле основное это доверие, да. И она ищет двух человек для удаленной работы. Если тебе интересно, напиши ей в Директ. И там есть ссылочка на ваш аккаунт. Вы сами помечаете, куда ваш человек должен будет ставить эту ссылочку. Какие кнопочки вам будут нужны для того, чтобы создать этот макет? Буковки, да, потому что с помощью буквок вы читаете текст. Его лучше выделить, там тоже будет буковка на фоне, чтобы это был текст более читаемый, да. И можно вот через вот этот вот там квадратик такой с рожицей, чтобы отметить человека. А можно также через буковку начать писать, начиная с собаки, свое имя. Например, у меня Зуйкова Наталья. И он мне сразу автоматически выдает картиночку вот здесь вот внизу слева. Я на нее нажимаю, сразу высвечивается ссылка на мой аккаунт. То есть таким же образом вы можете своим знакомым объяснить, как он может вас отметить. То есть вот такая вот простая картиночка. И я прошу очень легко и просто, очень легко и просто выставить этот макет. Например, своего консультанта Наталью я прошу. Выставите, пожалуйста, в сторис у себя мой макет с активной ссылкой на меня. Через упоминание. Так, Настя меня поправляет. Через собаку не работает. Через собаку не работает. Не знаю. Короче, я и на смайлик говорила, и так у меня вроде работал. Посмотрим, проверим. У меня просто, как сказать, не все выставляют с активной ссылкой. Потому что люди, многие не умеют просто сторис выставлять. Но я их учу. У меня уже заготовлены картинки, где я просто ему говорю, что нажми туда, нажми туда, прям картинки ему говорю. И мне люди еще говорят, спасибо, ты меня научила, я теперь вообще буду сторис выставлять. Поэтому здесь, понимаете, как бы хорошо. Для молодежи 25 плюс и там 23 плюс – это вообще метод отличный, замечательный, который заходит вообще супер. То есть спросила консультанта своего. У нас на самом деле очень большой круг знакомых. С Натальей мы общаемся только по Арифлейм. Больше мы никак не общаемся. Но тем не менее, этот человек с удовольствием выставляет именно мой макет. Юля, приветик, помоги, пожалуйста, выложи макет с активной ссылкой на меня. Опять же, то же самое. И ты меня выстави, она попросила. То есть у нас с ней был такой бартер, она занимается еще татуажем. Так, ну и дальше-дальше. Консультантов прошу очень многих выставлять. У нас уже большие группы можно. Те люди, с которыми вы дружите в соцсетях, а я стараюсь со всеми дружить. Надежда, вот, например, это клиент. Она не зарегистрирована, с удовольствием пользуется продукцией через меня и через мою маму. Попросила ее выставить, она тоже выставила. Это здорово, да. Вот Андрей, да, это просто мой подписчик, который, ну как бы, как сказать, мы с ним единомышленники в видении, да, этой жизни ему нравится, активность, да, которую я веду и так далее. Так как мы с ним переписывались, мы незнакомы не виделись никогда в жизни, но, тем не менее, я его попросила выставить. В сторис он не умеет, он выставил на свою страничку мою фотку. То есть на самом деле просить можно всех абсолютно, да. Если вы лично обращаетесь не только шаблоном, да, вот здесь вот я к нему обращаюсь, смотрю, все мои посты читаешь, за сторис смотришь, значит, уже точно меня хорошо знаешь. Выстави, пожалуйста, и человек адекватно на это реагирует, да. Вот, ну и так далее. То есть просто прошу или прошу, например, выставить картинку, да, вот здесь вот видите, уже не макет я слово говорю, а говорю, Лиза, привет, выстави мою картинку у себя в сторис с активной ссылкой на меня. Можно назвать это картинкой, это проще, это у людей не возникает мысли, что такое слово макет и так далее. Просто картинку, да, для своих близких. Я этим методом работаю и в Инстаграм, и в ВКонтакте. Этот метод очень хорошо заходит у новичков. Новичкам я говорю, чтобы они сделали свой макет и попросили своих знакомых выкладывать их, не меня, а их, потому что их знакомые будут охотно выставлять своего знакомого, а не какую-то там Наташу, которую они совсем не знают, правда? Даже если меня порекомендовал их общий знакомый. И уже новичок, он переводит на меня тех людей, которые дают контакты. Так, вот отклик, например, вот здесь вот внизу, да, есть отклик, где человек говорит, здравствуйте, там, вам нужно на работу. Я всех вывожу на телефонные собеседования. То есть мне нравится работать с людьми, именно по телефону рассказывать презентации. Если человек там никак не хочет по телефону, но в WhatsApp тогда скидываю просто запись голосовую, которая записана на диктофон. Сейчас редко, некогда мне это делать каждому, записывать голосовые сообщения, перечитывать презентацию, хоть это и занимает там 5-7 минут. Вот, но если есть уже запись, потом для меня это тоже определенный такой звоночек, да, что если человек не хочет разговаривать по телефону, нужна ли ему вообще удаленная работа, и подходит ли он мне, если он такой некоммуникабельный, да. И надо упростить свою работу. Информацию могу дать просто голосовым сообщением. Либо можно создать чат на троих, если ваш знакомый откликнулся, и там уже дать информацию ваш спонсор даст. То есть вообще абсолютно никаких здесь проблем нет. Задача рассказать этому человеку информацию, неважно каким способом, главное рассказать. Вот здесь вот как раз мой новичок выставлял свой макет, просил, чтобы его знакомые выставили макет. И когда отвечают моему новичку, то здесь новичок переводит на меня, да. Добрый день, Елена, напишите, пожалуйста, свой номер, телефон. Наш восстающий менеджер Наталья свяжется с вами. Ну, либо можно сказать, менеджер по персоналу, там назвать своего директора, да. Вот, он расскажет о методах работы, бесплатном обучении и так далее. Ну, можно таким образом, можно просто... Я обычно голосовым сообщением людям, которые мне пишут, я голосом говорю, что здравствуйте, работа удаленная, занятость частичная, несколько часов в день график, вы можете планировать сами. Работа с людьми, я всегда говорю, что работа с людьми, и давайте с вами созвонимся, так я вам расскажу все более подробно, мы с вами заодно поближе познакомимся. Вот так вот я еще отвечаю, зажимаю просто кнопочку и отвечаю. Это занимает прям буквально три секундочки. И все, и люди охотно, когда я говорю голосом, да, когда я улыбаюсь, они охотно дают номер телефона, и я пишу, что позвоню вам с такого номера телефона, во сколько вам удобно, да, то есть договариваюсь уже, и все. То есть человек дает номер телефончика, так вот, я что-то его забыла замазать. Вот, то есть ничего тут страшного такого нету, это очень легко дублицируемый метод, то есть вы просто создаете свой макет, вы вот сейчас новичок, создаете макет через Инстаграм, сохраняете его к себе в галерею, и просите всех-всех своих знакомых, можно по списку вот по такому, как Лена рекомендовала, да, где самые близкие знакомые, чуть не совсем близкие, и те, кого вы боитесь, например, да, попросить всех выставить ваш макет как рекомендацию, да, и либо вы самому человеку, он заинтересуется, еще рассказываете, и плюс, самая главная фишка, вы понимаете, что его теплый круг, а сейчас всем интересен удаленный вид заработка, также вам, то есть он даже, если он даже не согласится, ваш знакомый с вами сотрудничать, он все равно уже привел к вам ваших знакомых, это вот такой вот метод, вообще суперский, очень много откликов, и уже, соответственно, проще говорить, потому что люди, зная того человека и доверяя ему, охотнее слушают вас, очень легко и быстро можно провести 3-4 собеседования за день, какая статистика, если вы отправите 20 макетов, примерно человек 7 выставляют, и из 7, 3-4 собеседования вы в день проводите, просто это надо делать в системе каждый день, потому что некоторые, к некоторым людям я возвращаюсь и говорю, там, Леночка, ты забыл выставить мой макет, или ты меня не отметила, и уже либо он выставляет с отметкой на меня, либо просто забыл и выставляет, ну вот, какие есть вопросы,